Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 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 Итак, ответы наших слушателей распределились следующим образом. Самый популярный ответ — это уменьшить число желающих попробовать впервые 44% за него отдали свои голоса. Наверное, да. Потому что если ты знаешь, что завтра придет тетя с добрыми глазами и выводит из тебя всю информацию, а родители забудут, что они интеллигентные люди, снимут ремень, и ты долго не сможешь... В общем, долго будешь жить стоя. Я правильно? Вы все поняли? У Яна Евгеньевича такое лицо. Понятно, о чем? Выпарет бедного своего чада. И так, ну, то есть да. На втором месте с небольшим отрывом заставит родителей быть более внимательным к детям попристальнее всматриваться в зрачки, о которых мы говорили, какие-нибудь там расширенные или суженные. Пошел, посидел, подумал на кухне давня. И какие кожные покровы, бледные или красные. Длиннозуркость у него или наркотики все-таки? И на третьем месте это даже в школе репрессивный все-таки инструмент в отношении неблагополучных подростков. Ну, думаю, что... Я думаю, что это, наверное, сами дети, которые подозревают, что с ними так можно будет бороться. В общем, лидировала у нас профилактика все-таки, да? В более профилактической плоскости. Ну, вот более профилактической плоскости это как раз и дало, да? Что число желающих попробовать впервые будет уменьшаться. То есть, да, мы говорим... Потому что дети будут знать, что их потом... О профилактике. Вопрос к нашему гостю Яну Евгеньевичу. Мы напоминаем, что это известный кировский юрист, который очень часто приходит нам на помощь. Очень часто приходит на помощь людям, собственно говоря, уставшим бороться со всеми. В одиночку. В одиночку. Вот. Ваше мнение по поводу, нужно ли тестирование? Вы ведь отец дочери. У вас девочка есть. Нет? Я могу ошибаться. Спасибо, в планах имеется. Но я сына хочу. Нет, я... Но у вас ведь есть ребенок уже. У вас нет дочери? Нет. Простите. Я очень думаю, что я знаю... Ну, все-таки, как человеку опытный, да. Много опытный. Вопрос знаете, какого рода... От скромности не умрет. Вы говорите по поводу профилактических мер введения вот этого закона. У меня мысль несколько другая. Ну, хорошо, установили... Нет, давайте так. Надо ли тестировать в школе детей, школьников и студентов на предмет, употребляли они или нет, пробовали или не пробовали наркотический препарат? Причем тестирование, как говорится в законе, вроде как добровольное будет. Ну, у нас все добровольное, как правило, становится принудительно-обязательным. Я же говорю, у нас мысли с Яном Генеевича... Добровольное? Если добровольное сугубо добровольное, ну, тогда слово «надо», оно как-то с этим делом не вяжется. Не вяжется. Надо ли вводить добровольное тестирование? Оно и сейчас есть. Добровольное можно протестировать на что угодно. На что угодно, да. От СПИДа и до употребления наркотиков. Просто, честно, я опасаюсь многих последствий, которые вот этот закон может повлечь. Например? Ну, например. А какие меры школы или там органы правопорядка будут принимать? Никакие. Это секретная информация. Органы правопорядка, структура, которая называется госнаркоконтроль, получат только информацию о процентном содержании детей. Тогда зачем? Тогда зачем? А какой профилактике? Чтобы родители знали, ребенок попробовал. И уже принимали решение бежать с ним к врачам, к батарее его наручниками и на сухой паек в виде хлеба и воды. Ну, то есть уже начинать бороться. Потому что родители будут знать, что тесты были положительные. Ну, в этой части я бы, наверное, согласился о том, что это интересно для родителей. С другой стороны, я очень сильно опасаюсь о том, что родителями это дело не кончится. Возникнут разного рода соблазны составления списков неблагонадежных, ранее употреблявших и прочее, прочее. И какие последствия для детей это может повлечь, да черт его знает. Вот если бы Ян Евгений жил не в России, а в другой стране, вот этой фразы бы последней не было. Там тайна, она хранится. А тут сразу же российский менталитет. Списки неблагонадежных. Обязательно будут. Если тот же наркоконтроль будет составлять какие-то свои группы рисков. Госнаркоконтроль нас заверил. У нас был человек, представитель госнаркоконтроля, сказал, мы знать не будем ни фамилии, ничего. У него будет общая сводка. Столько-то детей проверен. Такой-то процент. Ну, тогда все равно, Лен, информация все равно будет утекать. Если кто-то будет сообщать родителям и прочее, прочее, ладно бы это делалось в анонимном порядке абсолютно, еще и добровольно. Но не верю. А мне кажется, что все равно правоохранители не смогут оставаться не у дел, не смогут бездействовать в этой ситуации. Конечно. Пройдет тестирование в какой-то определенной школе, выяснится, что там столько-то людей употребляют. Организуется какая-то наружечка, будут какие-то засланные казачки. Ходить проверять. Зачастую, зачастую. У нас очень много дел, в частности, по наркотикам. Ой. Чего это? Слово запретное сказал. Почему? По наркотикам. А, ну хорошо. Наркота звучит плохо, а наркотики нормально. Очень много дел по наркотикам возбуждается с использованием оперативных разного рода разработок. Зачастую среди этих наработок встречаются и разного рода провокации, подставы и прочее, прочее, прочее. Вот к чему это может привести? Я искренне заставляю себя верить в том, что у нас все правоохранители, они рыцари без страха и упрека. Но как-то вот бывают и исключения. Сильно стараются, но выходит плохо. Ну что ж, давайте... Это опасно в России, на мой взгляд, вводить какие-то обязательные вещи, не просчитывая дальних последствий. А вот и медики, кстати, и многие признали, что закон, он принят, но он сырой. Что будет делаться, как будет делаться, кого будет в известность ставить, еще очень большой вопрос. Ну, по большому счету... Поэтому, да, мы торопимся с принятием закона, хотя закон, в принципе, он так зависает. Можно вопрос? Вот я, честно, в суде был, прослушал первую часть вашего эфира. А если, ну вот смотрите, вот у меня в 15 лет удаляли гланды, и мне чего-то, собственно, обезболивали, кололи и так далее. А это тоже будет считаться, как я принимал наркотики в жизни своей? Вот этот вот тест, он за какой период времени охватывает? А как быть с медицинскими препаратами, в состав которых входит? Эфидрины, кофеины и прочее, прочее. Ну нет, подразумевается, ребят, подождите, подождите, подождите. Мы все-таки говорим о той части детей, которые по медицинским показателям не сидят на вот этих серьезных лекарствах, типа эфидрина. Я понимаю, о чем вы сказали. Оперативное вмешательство сопровождается, как правило, наркозом. Я не знаю, как это будет учитываться или не учитываться, насколько я поняла и насколько вначале поняли медики, представители службы, да, вот. Вначале будет психологическое тестирование, то есть беседа человеческая. Ну, с другой стороны, согласен, но с другой стороны, опять же, если вернуться к этой же теме, но если это добровольно, ну, а если никто не будет добровольно проходить это тестирование? Ну, не хочу я кровь сдавать, например, сегодня, завтра. И уже подозрение, как мы проводим. И уже чего-то где-то. Да, нет, я, допустим, вот Юрий Львович Шлеминзон у нас был, мы разговаривали, представитель общественной палаты, это как раз его вопрос, наркотики, алкоголь. И так вот, он именно этим занимается в общественной палате, решает проблему. Таких подозрений, пожалуй, не будет возникать в том случае, либо все будут тестироваться, либо никто. Вот, я задала вопрос, а, допустим, если родители сказали, нет, мой ребенок не будет, о чем подумаете? Я подумаю, например, что родители уже знают, что ребенок, вот. Ну, может быть, да, наверное, так и есть. Нет, ну, масса мнений. Действительно был приведен пример, что некие данные поступят, там, вот какой-то доступ, там, еще чего-то. Ну, хотя, в принципе, мы сейчас говорим о том, что нарушение медицинской тайны у нас тоже это как бы бывает. Лен, ну, здесь вопрос, если, опять же, кто-то будет информировать родителей, ну, вот на 99% уверен о том, что если какой-то факт подобного рода будет в школе установлен, на это начнутся еще и какие-то классные проработки, родительские собрания, как обычно, по традиции. И вся эта информация, простите, это тайна полишинели, она вытечет наружу. Ну, когда, да, среди 30 родителей, вот, допустим, классный час, классное собрание, 30 родителей сидит, вы знаете, наверное, все 30, если даже не называть фамилию, как-то будут думать, о чем же ребенке сегодня разговор. Ну, конечно. Это все, действительно, все непросто. То есть, с одной стороны, не делать этого нельзя. Наркомания молодеет со страшной силой. Не делать нельзя, не тестировать. Все-таки такие профилактические меры. Тестировать вот этот вот закон, который, вы знаете, вот он пограничный, да, это как полезные ножа надо идти очень аккуратно, потому что можно наломать и дров. Вот это не прописано, увы. Ну что ж, Ян Евгеньевич, давайте все-таки будем переходить к теме, ради которой мы вас позвали. К теме наркотиков, безусловно, еще будем возвращаться, когда этот закон уже вступит в силу, когда отлажена какая-то схема будет работы тех же психологов и медиков. А вы когда-нибудь пробовали? Хоть в каком-нибудь виде? Нет. Правильно. Было бы странно, если бы сказали да. А что считать наркотиком? Я не знаю. Ну, а может, пробовали? Нет, я попробовала один раз. Ужас. Мне удаляли зубы, мне сделали наркоз. Я взяла и умерла. Ужас. Вот. И больше я... У меня и в детстве не было. Лен, ну тогда все пробовали, потому что всем лечили зубы под обезболиванием, и многие переносили и полостные операции, и тоже наркоз. Ну, тоже наркоз, да, в принципе, разрушительно действует. Давайте мы уже оставим в покое наркотики, потому что перешли на очень личные воспоминания, а у нас очень интересная тема. Некоторые СМИ опубликовали о том, что женщина-кондуктор, которая высадила в мороз из автобуса школьника. Скоро у нее будет суд. Было это 21 декабря прошлого года. Да, это было. Эту тему уже поднимали мы в эфире. Говорили, что были жуткие холода. Некая женщина, автобус, идущий по маршруту 46 и так далее. Ян Евгеньевич, уже давно не секрет, как зовут девочку? Женщину, простите. Женщину зовут Светлана, фамилию я называть не буду, на мой взгляд. Это лишнее абсолютно. Это хорошо. Если вы хотите, я не буду называть, но она прошла во всех СМИ. Называется фамилия человека. То есть это взрослая женщина, мать троих детей. И давайте так, поскольку вы представляете интересы Светланы, давайте будем с вами говорить о том, она действительно выталкивала, выкидывала ребенка. Я знаю, я писала об этом текст. Почему-то через две недели, через месяц после того, как я его написала, почему-то это стало достоянием всех газет. Я знаю, что там происходит, и знаю, что есть очень жесткие позиции, которые меня, допустим, привели в большое сомнение. А был ли кондуктор? Неоднозначно. Или даже, а был ли мальчик? Ну, согласен, позиции диаметрально противоположные. У обвинения, у защиты. И вы мне тогда, вот месяц назад сказали, что изучив материалы уголовного дела, вы будете подавать ходатайство. Ну да, они уже поданы. Уже поданы. И работа в настоящий момент продолжается со стороны защиты. Ну давайте начну ответ на вопрос, с чего. Давайте так, мальчик по имени Сева шел из 20-й школы. Отучившись в школе. Блин, я этого не знаю. Просто посмотрите, проблема... Я предполагаю, что 20-я школа, потому что... Нет, нет, я не про это. Район центрального рынка. Нет, 20-я школа, хорошо, все, допустим. Дело не в этом. Просто никто из людей, обсуждающих данную тему, ни следствия, ни защита, ни обвинения, адвокаты, их юристы, на месте, даже не назову это происшествием, на предполагаемом месте происшествия не присутствовал. Фактически информация вся исходит из двух источников. С одной стороны, это показания Севы. Севы, мальчика. Мальчика по имени Сева, да? Да. С другой стороны, это показания кондуктора. По имени Марина? Нет, Светлана. Светлана, простите, при этом... Я просто сижу, вспоминаю Марину Нагину. Это жуткое дело с троллейбусом. Они чем-то будут похожи, я этого сильно опасаюсь. Ну так вот, мальчик говорит о том, что да, он попытался сесть в автобус, его жестко вытолкали, он чудом не упал, при этом испытывал какую-то боль, так как там рукой за что-то ударился. Там даже, по-моему, статья возбужденная в отношении Светланы. 161-я часть 2-я, это побои, причинённые из хулиганских побуждений. Какие хулиганы? Явные, демонстрирующие явное неуважение к обществу. Хорошо. Светлана говорит о том, что рейс был абсолютно нормальный, ничем не отличающийся, никакого мальчика она не видела, никаких попыток у центрального рынка сесть в автобус 3-го маршрута. 3-го, а не 46-го. Никакой мальчик не предпринимал. А давайте начнём с самого начала. То есть мальчик говорит о чём? О том, что он зашёл в автобус, собирался ехать домой. Но вот здесь, когда вы изучали уголовное дело, у вас возник вопрос, и следствие на этот вопрос не дало ответа. Был очень большой промежуток времени, после того, как мальчик вышел из школы. Это зафиксировано. Дойти до остановки — это 5 минут максимально. Однако в течение часа ребёнок где-то отсутствовал, прежде чем сел в автобус. Ну вот смотрите, да. Где был мальчик? Это важно? Это важно в любом случае. Тем более, что здесь уже, понимаете, в силу вступают в разного рода психологические особенности. Я знаю о том, что родители Севы достаточно тщательно контролируют его перемещение. Он очень часто отчитывается о том, где он находится, чем занимается, по телефону и прочее. Я не знаю, почему он не сообщил родителям в данном случае, что он вышел из школы, идёт к остановке и где-то гуляет. Первый звонок, который поступил от Севы, состоялся в 14 часов 9 минут. То есть в Африке прошло уже более 2 часов, как он вышел из школы. Лен, боюсь спутать, он вышел из школы в час с минутами. То есть около часа как раз до этого звонка времени прошло. И как раз он вот в этом разговоре сообщил маме о вот этой истории. Хотя я, опять же, не был очевидцем этого разговора. Могу ориентироваться только на материалы дела. И дальше добирался домой с пересадками на двух рейсовых маршрутах. Первоначально... Давайте, собственно говоря, почему родители у мальчика подняли скандал? В эти дни стояли очень приличные морозы, и ребёнок, вот по утверждению отца Севы, что он весь простыл, у него боти двусторонние. Я читал, да, это в прессе, видел интервью, которые давались ещё до возбуждения уголовного дела. Ну и вот, как говорит мальчик, он сел в автобус, забрался в автобус, по-моему, даже успел сесть на сиденье, и кондуктор потребовал за ранец, который был у мальчика, сделать доплату, потому что ранец был очень большой. Мальчик отказался, и его в грубой форме выпихнули, выкинули из этого автобуса на той же самой остановке, где он и входил. Вот это история мальчика. Лена, смотрите, там есть несколько версий произошедшего. То есть у мальчика несколько версий? Позвольте я уточню. Да, смотрите, значит, по-разному излагаются события, в частности, если сравнивать, но это не тайна, если сравнивать те показания, которые мальчик дает сейчас, с теми интервью, которые он давал вместе с своим папой, отдельно журналистам, телеканалам, ну, они отличаются, причем существенно. Сейчас говорится о чем? О том, что мальчик не сел в автобус, автобус подошел, открылась дверь, мальчик ступил ногой на нижнюю ступеньку, взялся ручкой за поручень, на него налетела злая тетя кондуктор, тут же закричала о том, что плати за ранец, мальчик сказал, не буду, она его вытолкнула в грудь, в общем, по словам его представителей, все это заняло 3-4 секунды, и именно тем, именно этим обосновывается то, что никто из пассажиров, никто из людей, находящихся на остановке, этого не увидел. Минутку, минутку. У меня вопрос, а не были ли показания изменены именно в этой части, был мальчик в салоне автобуса или не был, когда стало известно, собственно говоря, полиция провела некоторую работу, да, и были установлены люди, пассажиры, именно вот этого автобуса. Частично они даже допрошены. Там в чем ситуация? Есть некие, сейчас есть проездные, которые номерные, номерные, которые определяются. Социальные. Так называемые транспортные карты. Да, социальные транспортные карты. То есть по этим номерам транспортные карты, социальные вот эти, можно установить владельца. Были установлены некоторые. По-моему, 9 человек. Да. И все в один голос они сказали, мальчик в салон не заходил, не видели. После этого ребенок изменил показания, что он действительно не заходил, а только встал на подножку. Лена, без комментариев. Я не могу. Хорошо, я позволю себе, себе предположить. То есть очень кому-то хочется, чтобы его все равно выпихнули. Пусть даже вставший на подножку, но мальчик, ребенка все равно выкинули. То есть уже в салоне ребенок не был. Да? Хотя изначально я читала, он зашел и сел. Ну, я могу утверждать. И очень активно обсуждался вопрос, он снимал ранец со спины или не снимал. Ну, я могу утверждать о том, что действительно показания Сева значительно отличаются, как в описании его попытки посадки в автобус, так и в описании злой тети кондуктора. На самом деле существенно отличаются. Ну, сам автобус, по-моему, был белый-белый. Ну, да, с надписью не фаз. С надписью не фаз, белый-белый. Тот, который определенно, он завешенный весь рекламой, надписи не имеет. Тоже значительно отличается и по внешнему виду автобуса. Это же писали о том, кажется, что мальчик сел и снял рюкзак и поставил рядышком с собой. Вот. То есть почему, собственно говоря, злая кондукторша по имени Света и начала шуметь, что занимаешь два места. Ну, скажите, пожалуйста, как это на входе, да, взять? Мать троих детей. Входит ребенок. Мороз, да, зубы сводит. Можно лирическое отступление? Конечно. Вот смотрите, вот моя позиция в данном деле состоит в чем? Неоднократно уже говорил, в том числе и встречался с представителями СЕВЫ, обсуждая данные вопросы. Моя позиция состоит в чем, повторюсь. Вот смотрите. Если это правда, если это правда и такой факт имел место быть, конечно, обидчик ребенка должен быть жестко наказан. Не жестоко, а жестко. В то же время, в то же время. Ну, давайте так, себя помню. Я, конечно, в детстве был не шибко большой врун, но и большой правдивостью тоже не отличался. То есть придумать, что всегда мог. Нет, ну чего, дети есть дети. Дети не довирают, дети сочиняют. Сейчас, секунду, ну давайте так. Вот по большому счету, мне будет очень обидно, как человеку и как юристу, если на основании никаких фактически показаний пострадает невиновный человек. И до тех пор, пока я сам не буду уверен о том, что что-то здесь со стороны Светланы нечистое... Я взяла и выбросила ребенка на... Я буду за нее биться и грызть горло любому. В части того, что, простите, в настоящем ситуация складывается аналогичной ситуации с Ногиной. С Ногиной, да. Следствие говорит о том, что нам поставлена задача в связи с огромным социальным звучанием данного дела запихать дело в суд, и дальше все. С глаз долой и сердце вон. Ну, количество оправдательных приговоров в Российской Федерации, оно известно. Меньше 1%. В данном случае, ну, естественно, что мы бездействовать не будем, в любом случае. Я общался и с Севой сам, и со Светланой сам. Я Светлане верю. Ян Евгеньевич, так давайте вы Светлане-то верите, а которая говорит нет. Давайте пройдемся по той доказательной базе, которая фактически отсутствует. Я вас почему и спросила. Давайте. Не поменял ли мальчик показания? То есть, вот смотрите, опрошены свидетели. Свидетели ребенка не видели. Никто в салон не заходил. Есть очевидцы, которые были на улице. Не видели. Нет ни одного человека, который бы подтвердил рассказ мальчика хотя бы косвенно. Лен, есть масса странностей других. Вот смотрите, мы предлагали следствие... Мы предлагали следствию исключить возможный субъективизм в части того, чтобы не выбирать методом научного тыка, кто прав, кто виноват. Установлено, что у ребенка был сотовый телефон. Установлено, что ребенок этим телефонам активно пользовался. Активно пользовался. Понятие биллингов, телефонных номеров, тем более тогда, когда по ним совершаются разговоры и так далее, никто не отменял. Соответственно, чего... Причем процедура, это уже... Достаточно простая, откатанная. Да, простая, ставшая давно известной. Да. И мы знаем, что мальчик в такое-то время позвонил маме, сказал, я стою вот здесь. Кто мешает следствию провести биллинг, где находился ребенок? Плюс-минус. Плюс-минус, да. Да, и мы, по большому счету, тем более, что ребенок говорит о том, что он звонил практически... Он звонил практически сразу, после того, как в течение каких-то секунд, после того, как вот эта ситуация произошла. Здесь, ну, уже нестыковка. По данным GPS-навигации, автобус проследовал через остановку в 14.05. Звонок мальчика маме произошел, ну, пятью минутами позже. Ребенок говорит о том, что как только меня вытолкнули, я встал на ноги и сразу начал маме звонить. Ну, понятно, что пять минут вроде бы небольшой, собственно говоря, временной промежуток, но некоторая нестыковка имеет место быть. Мы просили следователя сделать запрос в компанию. То есть, подождите, следование автобуса полиции проверено? Ну да, они все оборудованы системой ГЛОНАСС, GPS-навигации, с тем, чтобы центральная диспетчерская служба могла отслеживать, где, как, с какой скоростью, когда кто-то или иной автобус где находился. А по мальчику еще знаешь, что Светлана предлагала проверить ее на детекторе лжи. Да, значит, смотрите. Вот опять же, некоторые сомнения в объективности следствия, они есть и основываются на чем. Нам обещали о том, что биллинги будут запрошены, какие-то объективные данные будут получены, с тем, чтобы, опять же, избежать какого-то субъективизма. Когда мы знакомились с делом, а следствие уже закончено, мы увидели, что ничего, собственно говоря, не сделано. На вопрос, почему, нам было отвечено, а зачем? Нам не надо. Хорошо. Значит, мы это сделали сами, адвокатские запросы никто не отменял, мы такую информацию получим. Вот. Подождите, вот меня вот в этом месте возволновало. Уже все написали, что дело фактически передано в суд. Скажите, пожалуйста. Дело передано в прокуратуру. Прокуратуру, да. Прокуратуру. Следствие закончено, следствие считает, что больше ему ничего не надо. Передано все в прокуратуру для либо утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд, либо для принятия какого-то иного процессуального решения в виде, например, возврата дела на доследствие. Ваши ходатайства по биллингу, детектор лжи и так далее, они... Они вместе с делом уходят в прокуратуру. Они уходят в прокуратуру. Да, значит, и мы добиваемся этой информации и получения сами. Биллинги мы получим. Нам это уже обещано в сотовой компании. Эти материалы будут в суде уже. Ну да. Если дело дойдет до суда. Какая доказательная база, подтверждающая слова мальчика? Сейчас скажу. Кроме того, что он рассказал, какая доказательная база имеется у следствия? То есть здесь позиция. Ребенок говорит, сам с собой, один. Что подтверждает его слова? Хоть что-то есть в деле? Да, конечно. Значит, есть три вещи. Было бы неправильно, если бы мы говорили только в пользу кондуктора. Я понял, понял. В настоящий момент я видел фактически проект обвинительного заключения. Он строится на трех вещах. Первое. Показания мальчика самого. Второе. Заключение психологической экспертизы о том, что в момент дачи таких показаний мальчик не подвергается давлению внешнему. Третье. Протокол опознания кондуктора, который состоялся в... Ой, дай бог памяти. Месяц, по-моему, назад. Все. Вот эти три вещи. То есть декабрь, нюарь, февраль, март, апрель. То есть вот едва ли не полгода прошло с момента... Ну, давайте так. Ну, пять месяцев до опознания. Ну, Лен, суть в чем? Смотрите. К вопросу опознания. Опознание имело место быть. Мальчик твердо указал на кондуктор. Без вопросов. А подождите... Было бы шикарно, если бы не упоминалась следующая вещь, которая документально доказана, никем не опровергается. На момент опознания вот этого формального процессуального действия, которое состоялось месяц назад, ну, мальчик уже видел и эту женщину. Ему демонстрировались фотографии, причем неоднократно, в хорошем качестве. Соответственно, ну, чего узнать человека... То есть прежде чем тыкнуть на нее пальцем, так сказать, живую, живьем, ребенок видел фотографии этой женщины. Ему фактически говорилось, что вот это и есть тот самый кондуктор, который был на том автобусе, единственный, который подходит... Может, понимать, что это недопустимые методы? Лен, ну... Понятно. Давайте на это... Нам пора прерваться, Даня. Да, нам пора прерваться на перерыв. Мы скоро вернемся, тем продолжим. Время летит. Время летит. Вообще потрясающе. Давайте очень быстро вообще там блиц. Переходим на блиц, да. То есть вы сказали, есть доказательная база от мальчика, это история самого мальчика, это разговор с психологом, который там не был, это самое, и мальчик опознал кондуктора, которого раньше на фотографии видел, ну, я не скажу бесчисленное количество раз, но видал. Четыре раза. В интернете читала о том, что женщина, вот эта Светлана, кардинально поменяла внешность. Ну, это ересь, на самом деле. Давайте так, не надо по большому... Ну, господи. Нет, ну люди читают это в интернете. Вот вы знаете, когда мне защита Севы начала пенять на подобную роду вещь, потому что она поменяла внешность. Она еще зубы почистила утром, накануне этого опознания. Просто я-то со Светланой общаюсь достаточно давно. А так у меня желтые были, как у нутри. Да ладно, Лен, прекращайте. Значит, суть в чем? Происшествие... Хорошо, происшествие произошло в декабре. Так. Слушайте, а чего? В апреле месяце женщина не может покраситься. Каждая женщина, которая красится, красится как минимум, ну, не знаю, раз в месяц. И чего? Я не специалист, но, по-моему... Она не поменяла... Реже. Секунду, ну, не знаю. Нет-нет-нет-нет. Она не поменяла цвет волос с черного на белый, или, там, не знаю, с белого на зеленый. Чего смеяться-то? Человек идет на официальную процедуру, она просто привела себя в порядок. То есть она подкрасила отросшие тролли, и ничего фактически не изменилось. То есть вот это вот сообщение вот этих вот троллей, которые кричат, что Ян Евгеньевич кругом неправ, это не есть факт. Я напомню, что, кстати, да, 708-502... Да, у вас еще есть возможность позвонить, высказаться. И задать вопросы в том числе, потому что я посмотрела по заходам, тема интересует очень многих. И вот, Ян Евгеньевич, я недаром говорю и расписываюсь в том, что я уважаю вас и отношусь со всевозможным пиететом. Я знаю, что вы беретесь за те дела, которые, казалось бы, вот-вот и по человеку уже, ну, нарыс-то распостертыми объятиями. Вы берете и добиваетесь реальных оправдательных приговоров. Стараюсь. Давайте мы перейдем к делу. По-моему, осенью... Нет, зимой. Мы рассказывали, тема была жутко интересной, на мой взгляд, зубы. Зубы. Зимой. Зубы, стоматология. Помните, история чудовищная по сути, но это та история, когда вот эти страшные истории превращаются в анекдоты. Женщине ремонтировали зубы, делали мосты, сделали совершенно безобразно. Она съездила в Москву, получила данные экспертизы. Но суд решил, что работа проведена качественно на основе, значит, показаний эксперта. Работа проведена качественно, несмотря на то, что это была фишка нашей истории. Мы про нее писали, мы говорили. Была фишка истории. Зуб выпал, да. Да, когда она давала показания в суде, у женщины вылетели вот эти замечательно протезированные зубы. Просто выпали изо рта. Блин, ну давайте уточнимся. Зубы. 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 Не в единственном... Я и сказала зубы. Зубы. В единственном числе. А. А, в единственном числе. В единственном числе. А, ну то есть... Зуб. Нет, но это, конечно, в половину не так смешно, как казалось бы. Но все равно. Но все равно зуб один вывалился в момент разговора. Очень весело. Молодая, интересная женщина с тобой разговаривает. У нее, значит, изо рта вылетает зуб. Налитулой в это самое вставляем обратно. Очень весело. Однако суд признал, что... Все замечательно. Все замечательно. Выпадывает, так и должно быть. Нет, давайте так. Вот все недостатки протезирования, которые имели место быть, это и разного рода заболевания ротовой полости, и рецессии десен и прочее. В общем-то, много всего было названо. Ой, надо сдавать в мед. Было ли названо индивидуальными особенностями организма? Допустимыми. Склонностью к выпадению зуба. Нет, но это смешно, конечно. Человек почти 300 тысяч потратил. Да, во-первых, была сумма гигантская. Кроме того, что 300 тысяч, суд решил, что она должна еще доплатить. Да, еще должна была 48. Ну, почти 50. 50 тысяч. Но и это еще не конец истории. Та компания, о которой мы сейчас говорим, подала в суд на нас. Нет, Лен, не то. Вот как раз давайте так. Значит, здесь есть некоторая... Оскорбилась та компания, которая... Другая компания, похожая по названию, принадлежащая супруге главного фигуранта данного дела, действительно подала в суд на газету «Первый источник» и на «Эхо Москвы», по-моему. Ну, это мои публикации, поэтому я знакома, и поэтому я не могла избежать, чтобы не привлечь Яна Евгеньевича к ответственности за выпадение чужих зубов и за то, что нам грозит серьезный штраф на всевозможные наказания рублем. Не будет там ничего. Вот. Давайте подведем итога, потому что Ян Евгеньевич, собственно говоря, давайте так сказать, практически идет суда, где принято решение, в конце концов, и так, когда у человека изо рта вылетают только что отремонтированные за 300 тысяч рублей зубы областной, кассационной инстанции, да? Апелляционные. Вчера в 16 часов 10 минут состоялось решение суда апелляционной инстанции, Кировский областной суд, на ранее состоявшееся решение Первомайского районного суда от 7 февраля, который отказал Светлане, оно отменено полностью. В удовлетворении исковых требований клиники, могу, наверное, уже сказать, это клиника «Аванто-Дент» на улице Воровского, принадлежащая индивидуальному предпринимателю Перминову, отказано полностью, никаких денег со Светланой он не получит. Значит, плюс, все деньги, которые Светлана затратила в этой клинике на некачественные работы, взысканы, исполнительный лист мы получим, я думаю, где-нибудь дня через 4, когда дело вернется в Первомайский суд, и будем взыскивать уже через службу судебных приставов. Вы знаете, я редко говорю в адрес всевозможных органов и структур, представляющих, охраняющих, защищающих и вершающих закон, слова благодарности, но здесь мне хочется сказать, браво, арбитражный суд, браво. Областной. Областной, да. Областной, да, суды общей юрисдикции. Значит, были бы у нас записи, аплодисменты, мы бы поставили аплодисменты, и мне очень хочется надеяться, что судья, выносивший решение... Это трое, это трое. Три судьи. Слава богу, у них с зубами все хорошо, и они понимают, что девушка, говорящая с вылетающими зубами, она не может иметь хорошие зубы. Ну, Лен, вы знаете, немножко... Я горжусь тем, что вот я знаю, во-первых, этих судей, а во-вторых, что вы победили в этом вопросе. Спасибо. Немножко поделюсь. Вчера допрашивались кировский эксперт первый, который дал положительное заключение на работу, и девушка-эксперт из Москвы, из 111-го главного центра судебных экспертиз Министерства обороны. По большому счету, вот в схватке этих экспертов и решилась судьба дела. Что касается суда... Нет, давайте я напомню, московская экспертиза, человек, страдающий вот зубами, отремонтированными зубами, она обращалась в Москву, причем все, что было... Московские эксперты сказали... Это было видно на лице, там был перекос челюсти. Там таким образом установили, что очень большой, да, у нее такая кривая ухмылка была. В 85 и 15, то есть там в левую сторону нижняя челюсть была завалена, соответственно, ну, это не прямая улыбка была, грубо говоря. Такой, знаете, гнусный такой оскал на всю жизнь молодой женщины, еще скалится, и все зубы выпадают. У нас минутка остается. Минутка остается. Вот на самом деле, вот когда мы вышли вчера из суда, Светлана, с которой мы судились, ну, сказала о том, что ей все говорили о том, что дело просто проигрышное. Если бы она имела возможность поблагодарить судей областного суда за внимательное рассмотрение дела, она бы это сделала. Давайте это сделаю я, я об этом писал. На самом деле, чем больше таких судов происходит, это процесс, который фактически, ну, ставил своей целью именно разобраться. Не просто отмахнуться от проблемы, а решить ее, понять, кто прав, кто виноват. Каждый такой процесс, он восстанавливает веру наших людей, российских в правосудии, которые в настоящий момент ругают все, кому не лень. Вы знаете, я... Хочется вспомнить право знаменитой. Да здравствует наш суд, да, самый справедливый. Самый справедливый суд в мире. Вы знаете, я в таких ситуациях всегда думаю, почему самолет приземлился, в салоне начинает аплодировать. Почему судья вынес человеческое, понятное, понятное всем решение и закон? Почему мы их благодарим? Странные дела твои, господи. Люди должны исполнять, они исполняют. Когда они исполняют так, как это должно было быть, мы им аплодируем. Мне сейчас ситуация со здоровьем-то, Светлана, интересует. Перелечиваться сейчас будет. Поправимо. Поправимо, она будет перелечиваться, тем более, что это не последняя сумма, которую мы взыскали, ей хватит. Ну что ж, давайте так, во-первых, завершая эфир, говорим, дай вам бог удачи в деле Светланы, которая кондуктор, потому что мы услышали доказательную базу того, что она выкинула мальчика. Нет. Я думаю, что у нас скоро появятся подробности, и мы приведем доказательную базу, которая подтвердит нашу с вами правоту. Спасибо, прощаемся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин